Как говорится, весенний день год кормит. В Краснодарском крае одним из лидеров сельскохозяйственного производства России весенние полевые работы принято встречать во всеоружии. На региональном совещании, которое прошло в нашем районе, обсудили вопросы готовности к основному севу яровых и проведению работ на зимом поле. Наступающая весна не застанет кубанских аграриев врасплох. О подготовке к ведению полевых работ в условиях нынешнего года шла речь на представительном выездном совещании. В нем участвовали представители краевых и муниципальных властей ряда районов, профильных министерств и ведомств, руководители, главные агрономы сельхозпредприятий и ученые. Собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Сенеговский. Он также проинформировал участников совещания о планах муниципалитета по сельскому хозяйству в 2021 году. Подорожая 2021 года общая посевная площадь сельскохозяйцев культур составит более 106 тысяч гектаров или 97 процентов от паши. Основная доля посева яровых культур приходится на рис и планируется в этом году засеять 43 тысячи гектаров. Сои планируется посеять на площади 16 тысяч гектаров, заложить садово-интенсивного типа 380 гектаров мы запланировали. Остальная пашня была занята площадью сельскохозяйственной культурой. Я уверен, что совещание пройдет продуктивно, что на совещании выработаются основные направления, основные мероприятия, к которым нужно будет приступить, чтобы в целом Кубань, Славянский район, соответственно, мы получили хороший вырожай. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев, Кубань планирует сохранить площади под яровыми агрокультурами на уровне прошлого года. Нам в этом году предстоит с вами посеять в весенний сель миллион 800 тысяч гектаров промышленно-технических культур. Порядка 800 тысяч гектаров у нас занимают технические культуры, зерновые 750 тысяч гектаров у нас занимают, ну и порядка 280 тысяч гектаров это кормонные культуры. Это предстоящие, об этом тоже будут говорить ученые четко, подробно. То, что касается запаса продуктивной влаги на сегодняшний день и вообще-то осадка. Более подробно специалисты рассказывают, но я одно слово скажу. На сегодняшний день, в принципе, за январь и февраль, как на сегодняшнюю дату, количество осадков в целом по краю, если брать, у нас в пределах нормы. В ходе совещания участники обсудили вопросы, связанные с технологией возделывания сельскохозяйственных культур, защитой растений от всевозможных вредителей и болезней. Разговор шел об озимой пшенице, ячмене, кукурузе, масличных культурах. Существуют серьезные резервы, чтобы повысить урожайность и выход товарной продукции масличных культур, о чем свидетельствует опыт лучших. Есть потенциал наших культур и, соответственно, есть куда стремиться. И я хочу сказать, что и здесь, в Анапо-Таманской зоне получены рекорды по СОИ у нас в Российской Федерации. То есть мы здесь получили порядка 53 центров с гектара. И на отдельных чеках, даже около 70. Просто эти выходы не зафиксированы, но это есть и это не требует. То есть можно дальше развиваться. Речь на совещании шла и о мерах господдержки для аграриев. Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев призвал присутствующих к тому, чтобы полнее использовать все имеющиеся возможности. Также было обсуждено качество посевного материала и важность приоритетности отечественных семян. Состоялся продуктивный обмен мнениями по самым актуальным вопросам. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова